С днём рождения! Успеха, радости, везения! Владимир, в переводе из древнегреческого, защитник, помогающий людям. Именно таким его и знают земляки. Более 30 лет он посвятил родному хутору «Рассвет». Работал инженером, преподавал в сельской школе, пишет стихи и принимает участие в патриотическом воспитании молодежи, в местных и городских мероприятиях. А сегодня он самый главный герой большого праздника. От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Юрьевны Лапиной, вы её знаете, от имени главы города-курорта Анапа, от себя лично, от всех работников культуры нашей солнечной Анапы я вас сегодня душевно поздравляю с этим прекрасным юбилеем, с днём рождения. Я от души желаю вам крепкого здоровья, чтобы вы были так же молоды душой, У Владимира Гаврилова непростая судьба. Был в оккупации в годы Великой Отечественной войны в Туапсинском районе. В 1948 году ушёл служить в ряды воздушно-десантных войск. Но карьера военного не сложилась, о чём совсем не жалеет. Владимир Дорофеевич – человек творческий. Его жизнь неразрывно сопряжена с культурой. Даже о своей биографии рассказывает в стихах. Направили служить в десантный полк. Знали, будет из танкиста топ. Сыростат опрыгал с самолёта. Звали нас крылатая пехота. Просторе неба окунулся. На седьмом прыжке споткнулся. Повредил колено. Порвал связки. Случается такое в плохой сказке. В госпитале долго провалялся. Служить негодный. Я домой подался. Народным поэтам Кубани уже написано две книги. А специально к юбилею сотрудники Центральной библиотечной системы издали новый сборник его стихов. Экземпляры займут почётное место во всех городских и сельских библиотеках. Это человек такой светлой, доброй души. Он просто как бы, ну, наверное, даёт стимул окружающим, когда с ним сталкиваешься. И какие-то проблемы жизненные становятся самыми пустяковыми по сравнению с тем, что он пережил и что он сейчас вот пишет, творит. Замечательный человек, творческий человек. Мы просто с ним работаем с удовольствием. У Владимира Дорофеевича большая семья. Три дочери, пять внуков и девять правнуков. Своё творчество он посвящает им и считает, что самое главное ещё впереди. Ведь 90-летний рубеж – это далеко не предел для человека, который любит жизнь.